во имя отца и сына и святого духа первое послание апостола к коринфянам 9 глава 24 стих не знаете ли что бегущие на листалище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить кто-то видел может быть на стадионах и где-то в кино как люди стараются занять первое место породного пишет все это была самит робко последние два метра шагал ногами уже мертвый сердце не выдерживает есть марафонский это не 2 2 2 шага 24 там километра 195 метров откуда узнали победа одержана послали сообщить связи не было и когда добежал тоже скончался замерили это расстояние вот марафонский бег и апостол павел именно к этому обращается на листалище на соревнования бегут все ну все которые если лыжники но награда одна будет награда заранее заранее была объявлена как царь объявляет кто захватит этот город награжу его генерал будет и дочь отдам замуж за него вспомните как давид получил это мелхолова так что бегать надо вы ищите или может не об этом беге говорить мы сегодня посмотрим откроем 20 мест святой библии я все время ссылаюсь на то что время мы намного меньше не тратим на моление когда батюшка здесь потому что многое упускается что положено священнику поэтому сильно не торопиться и так нужно научиться бегать мы откроем сейчас места писания где говорится спешите бегите не останавливайтесь это убеждение духа святого забота о каждом человеке и наконец не торопитесь не спешите вот это надо разобрать и разложить точно коротко можно сказать коротко так везде надо спешить кроме двух моментов два молитва дальше все надо думать а что дальше то на молитве не спешите при чтении слуху божию они так давай что откроется гранат начинает на библии делать не делать молитесь я открою библию еще первую прочитаю все время так будешь делать ничего не получишь у тебя здесь должна быть библия а почему нет но время сколько потратил на то чтобы такой желудок разъесть ногами уже не движется только таким быть тучим в духовном плане ежедневно со мной вместе сегодня 17 человек вот эти 17 мгновений осени не весны обдумайте кто участвует с нашим интернетным сообществом молитвах утром начинается молитва дозвон сразу везде зазвинилась а во сколько начинают в 4 40 пойдем в 5 по местному времени а потом москва там по-своему времени по нашему же 9 будет тратиться четыре часа и везде это дозвон идет а потом через два часа идет дозвон весь день до сна твоего ты спать ложись а то то еще нет ищи два часа и снова звонок будет вот и можешь отключить один человек только вот на нас из 17 только один постоянно участвует кому я говорю это иногда пропуски делает утром и он здесь или нет сразу картинка его появляется а молимся мы о всем что знаем спешите коротко сказать спешить надо для души но и для тела надо если объявлен какой-то конкурс допустим разводят лошадей и говорят государство будет закупать это необходимо для кавалерии было где лучший вариант будет первые лошади придут к финишу но это означает все люди поднимут свое состояние у них будут братья у других не откормят а сбить негде и так прочитаем исая 48 20 я образосу писал потому что добавлял ее три недели почти материал я на эту тему уже говорил лет 15 назад но за это время еще что то добавилось исая пророк 48 20 выходите из вавилона бегите от халдеев согласом радости возвещайте проповедуйте это распространяйте эту весть до пределов земли говорит господь искупил раба с народа иакова пал коммунизм всем сообщайте самое ненавистное самое противное самое кровожадное прошло по россии почему воевали против царя а почему королеву не убрали в англии так по сегодняшний день но на власти нет тут самодержеств сколько ему говорили григорий ефимович отправь другое место из-за него первое его убьют а потом здесь невинные девицы погибнут не хотели слушаться жена важнее было и вот что пошел на голгоху за ним вся россия потянулась внутреннее только сегодня официально признается это где-то внутри страны убита было своими руками русский русского 60 примерно 2 миллиона миллиона какая деревня то была потеряевка большой никогда не было сколько 169 дворов и все равно семерых нашли которые лучше всех живут ни одного работника не было сослали вот она евдокия титовна была здесь похоронили здесь потеряева а вышла за рыжкова рыжковский пруд а что живет человек хорошо а почему люди не хотят уходить отсюда городе есть не еще сделаем пойдут и так и сделали перекрыли дорогу этих взяли и она рассказывает даже не верится но мне и отец это рассказывал а у него память была феноменальная приходят а ничего не знают еще хорошо живут были приезжие где-то они эти подкармливали в баню к ним ходили и он в той комиссии которая будут людей выселять она говорит а ты же у нас питался ходил голову опустила другие трое так быстренько выходите это уже не важно как не ваше ну ребенок в люльке ребенка на руки ну зима куда я с ребенком так выходишь или нет это все здесь было и так бегите из вавилона и говорите пал вавилон а вавилон когда начинаешь смотреть внимательно то когда говорится вавилон святые отцы толкует это речь шла о риме а когда смотришь какой рим который в италии да но рим первый пал строят константинополь где сейчас стамбул и называется второй рим и только захватили мусульмане сразу же москва объявила мы третий рим и такая организация в москве существует третьего рима и третьего рима ждет то же самое что было везде историю нужно знать а из-за чего потому что отступили от бога и так пал вавилон и пал вилл а кто такой вилл вот скрыто же все это вождь революции имел где-то пишут 70 примерно разных названий которые вот когда прятался говорил старик там называли его и остановился на буквы за а почему вы и владимир ильич на лэ должен был остановиться вилл пал когда начинают смотреть вещь невероятного господь приду предупреждает нас смотрите не пойдите а бегите и говорили пал вилл вот о чем мы сейчас прочитали исайя за 700 лет до рождества христова предсказал нам это пал вавилон пал вилл а мы избрали христа и мы небесным и иерусалим ухвалимся мы по вере дети абрамов и далее или имея 4 6 любимые самый пророк выставьте знамя к сиону бегите не останавливайтесь ибо я приведу от севера бедствие великую гибель то есть готовится гибель и куда бежать люди отсюда уезжают недавно близкие нам люди а мы уезжаем в краснодарский край зачем я неделю молился об этом наконец понял у нас тут были такие же вот под тополем главным бросили почему дети выросли безбожники и и невозможно ничего делать они приводят домой когда во время ночи бабушка внучка в барнауле взяла чтобы воспитать ее а вас было воспитывать она уже 15-летие а у нее друзья свои ночью пришли бабку задушили забрали все что у нее там пенсия есть смотрите вот мне три дня назад кажется так было написали как ребенка приучить чтобы считал библию мы считаем он не хочет а сколько лет на 12 лет опоздали вы все время смотрите на часы время такое сейчас будет потом нас интернет на сообщество со всего мира люди собираются на молитву и занят чем занят но двигались а общая молитва занимает 10-12 минут все нужны какие кто-то заболел сразу записали все молятся и я уже мы получаем не просто врачи говорят бог отвечает и конечно с болезнями нужно бороться с самого начала спешить ребенок родился а брат родной архимандрит и она его спрашивает когда мне начинать заниматься а сколько две недели на две недели опоздала уже ты должна была до зачатия молиться во время когда была беременная молиться ребенок слышит сегодня все это доказано а почему бегут а потому что другое заложено и эти люди которые у нас были точно так же эти уехали сейчас во франции живут одна дочка только с ними а сыновья здесь сделали аппарат какой-то и стали выпускать деньги то конечно до первого магазина сразу арестовали все но сошло то что психически ненормальные то есть от страха или чего с ними эти точно так же дети верующие батюшка крестил их члены наши были серпы раз отпадает дочь пришло время призыва отпадает другой и остальное то что делает здесь они одну дочь никак взяли и туда уехали а теперь оттуда эти дроны беспилотники все горит под ногами а где там где родился там и пригодился лучшего места чем у нас я нигде не встречал нигде уж я проехал все страны европы америка смотрел где все до одного тут никого дома то не осталось остались которые недружественные вот все мы здесь ни один священник не может похвалиться много или мало у него чтобы все воскресенье были здесь надо и в субботу приходить не скидывать это на то что отдельно не отдельно это вместе почему суббота воскресенье во время великого поста разрешается одно и то же выделяется и когда златоуст подсчитывает сколько десятил уплатить он ссылается на 5 дней никогда бы сам до этого не додумался 7 недель внимательно послушайте сколько дней в году триста шестьдесят пять а десятина ну тридцать шесть половина запятую поста тридцать шесть половина и так каждой неделе 5 постных дней семь недель семь недель великий пост семь и пять тридцать пять и только одна суббота постная перед пасхой Тридцать шесть. С вечера до утра половина. Тридцать шесть с половиной. Так, руки опустим. Господь, неужели это про этот пост было? Ну, сходится так. Зачем Базахталус говорил? Ровно десятина Великого Поста посвящается душу поднять. Не потерять то, что было. Итак, шесть один тут же рядом. Следующая страница. И сам закладку делать. Убедите, дети Вениаминовы, и среды Иерусалима, и фикоят, рубите трубу, и дайте знать огнем в Бевкариме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Ну, как они? Везде где-то были высокие места, холмы. Вот у нас здесь вышки стояли, сейчас убрали. Прямо на горе. Вот поднимаешься к урывке. А в Израиле там все, горы. И высоко на горах вырубался лес. Следующий там где-то километров за 15. Готовая только головешку поднести, спичек-то не было. Все время подерживалась, дежурная загорелась. И вот там, видимо, умели прикрывать. Что означало? Враг идет. Огонь. Вот что это означает. Если этого нет, то что сказать? Когда я за труса объясняю, как Абрам в чужую страну пришел, как эти народы были, какие нравы, все надо знать. Почему цару отняли? У него столько жен. А почему он узнал, что она не жена? Играет. Ну и тут там на Господь не срался. Это попутно я говорю. То есть научиться надо масштабно мыслить. Итак, 48-6. Иеремия дальше. Бегите, спасайте жизнь свою и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Все, брошенный дерево. Я сегодня заметил, первый день. Ночью сегодня полетели листья. Желтый, усыпано буквально. Я вчера только говорил, еще долго будет, до осени-то. А нет листьев. Сегодня листья полетели за ночь. Поэтому, что мы можем, поспешите. Иначе останется все в земле. 48-6. Иеремия. Прочитал. 49. 8. Восьмой стих. Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана. Ибо погибель Исауа я наведу на него. Время посещения моего. Господь посещает. В Китае учат детей в школах. Открыто. Вот поставят фигуру. Ну, соломенные в войну, когда было, учились штуком. А здесь так. Медведь. Медведь это русский. Русский медведь. Это наши земли все. До Урала. Их в школе учат сегодня. Сегодня хорошее отношение. Завтра в одну минуту перевернут. Даманский остров. Это будет здесь. Итак, приготовьтесь. Вот как дерево падает, листья, заметьте как. Так ничего не возьмешь с собой. В истории попутно, я хочу сказать, было так. Город не подчинялся. Который главный у них фюрстер. Он привел войска. Город окружил. Сдавайтесь. Ну, ясно дело, что не издаются. Мужественные люди, а раненых город переполнены. Так, завтра будет последнее сражение. Кто-то говорит, да выпустите их. Там живых тоже никого нет. Но он решил не просто выпустить. Выйдите завтра, можете взять с собой все, что вы несете. Он уместно такой был. Восставлен тех, которые в митинге не страну замучили. Но он не думал, что так будет. Смотрит, дверь отворяется. Женщина тащит мужчину. Это раненых, они всех взорили на себя и уносили. Я не знаю, это даже история, это единственный случай был. Как же? Ну ты же сказал, сколько унесут. Они унесли их. И он отодлился, глаза зажмурил. Так, отойдите все. Пусть возвращаются и живут. Не надо мне этих... Людей надо беречь. Которые все покладают на то, чтобы семью сохранить. А сегодня даже здесь вот женились, повенчались. Не сошлись характером. А что такая причина-то? Да что это за характер-то? Вот Кресев Росонат или Лев Толстой говорит. Как они? Я сказал, их собака заняла первое место в городе. Нет по всей стране. Ей-то зачем спорить? Он этим занимается. Все развод. И вот этот развод. Теперь где-то случились с кем-то где-то. И что? Там живут нормально, разводов нет. Почему? Грех. Сатана запечатал. В храм не ходят. Посты не соблюдают. Отвернутое племя. Ну это то, что сейчас ты живете. Это то тебе законная была. Что-то сказала не так. Чего же ты теперь? А я с ними еще разговаривал. Перед этим только. Ну, хорошо подумали. Помолились? Да, мы ходили и на то кладбище, и на это. Почему? Не знаю только. Молились? Ну, молились это хорошо. А вы ответ получили? Все ли у вас сошлось? Родители согласны или нет? Да так. Я говорю, что с Богом не шутят. Что-то человек может создать. Но ребенка он не может создать. Это благословение Божие. А я хочу, чтобы он был как отец. Голубые глаза, высокий рост. Не так будет. Будет, как Бог скажет. И кто-то их научил. Свадьба идет. И не где-то здесь у нас, потеряевки. Додумался человек этот. Давайте два щелка пустим по кругу. Первое. Вот смотрите. Красное щелок. Это мальчик родится. А синий девочка. По кругу пустите. Я так и ахну. Вы что делаете-то? Оба бесплатно ничего нет. Годы за годом проходят и нет. С Богом не шутят. Богу подчиняются. Ибо навек милость его. Я говорю, преоближая их нашим дням, чтобы понятно было о чем. Тридцатый стих еще здесь, этой главы. Бегите. Уходите скорее. Сокройтесь в пропасти жителя Ассора, говорит Господь. Ибо на уходу Ассор царь Бавилонский сделал решение о вас и составил против вас замысел. Спрашиваешь, а какой Бог у таких-то знает, называют, там Аллах, Бог. А у Китая? Не все знают даже. Мамон об этом говорил неоднократно. Китай будет здесь. А сын? Учи китайский язык. Будешь работать на их вышках, где сейчас сургут и прочее. Это открыто. Все говорят сегодня как. Бегите. Ничего у вас больше не... Замысл вашего уже никогда не вернутся. Только убегать. Их учат. И в один день. Сегодня проигрывают, показывают. Генерал армии выступает. И говорит, что вот это все захватить больше двух недель не надо. Сопротивляться нечем. Они сразу же выставляют не пять тысяч, пять миллионов, а сразу сто пятьдесят миллионов вояков. И все время показывают, как они учатся, отрывают. Тебе ничего не сделать надо. Приготовиться. Тогда тоже были сильные люди. Здесь сопротивления не будет. Перед ним все падут. Это у Еремея, когда ему было сказано, а все... А мы с Египтом в Союз заключили. У нас добрые отношения с ними, с Ираном. Иран свое получает от Израиля. А как? Ну, как Бог сказал, бегите. Ну, они... Разговоры всякие окончены. Вы поехали туда. Взяли с собой одного ребенка. Он один ребенок с ним, я говорил. И ничего не будет. Побежите оттуда. Из дома не уходите сами. Это мое вам пожелание. Лучшего места, что ваше поездка, где вы спите, где обедаете, не будет в мире никогда. Здесь воспоминания какие. Какие привозят вам внущик. Занимайтесь словом Божиим. А ребенок не понимает. Не понимает-то, потому что ты не учишь. А то ему говори, Бог там, Боженька. Наша мать ничего не знала. Она не могла считать одного слова. И отец неграмотный. Абсолютно мертвая зона. Но мать говорила, будет суть Божий. Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. Такой фразы нет в Библии. Но смысл в 24-25 главе Евангелия Атмопия именно такой. Кончастнать там не будет. По муку вечную, а правдике в жизнь вечную. И как? Говорила, вот это нельзя в пианино вступать, танцевать, там с женщинами. Вот это Господь только дал. И когда Библия открылась, меня не надо было толкать, разговаривать, потому что 23 года. Я уже готов к этому был. Полчаса прошло, только и душа сразу получила обещанный Богу рождение свыше и крещение Духом Святым. И поэтому я делюсь тем, что испытал. Встав с молитвы, я первый, это сектанты, где я был, 50-ники. Я на того, кто склонился, и встал, тот человек совершенно чужой мне. А как узнать? Огонь в костях разлитый. И тебе желание сказать людям о Христе. Вы не спасетесь нигде. Но я... Хотя тебя в армию не взяли, богачный, Леонид, ты умрешь. Умрешь. Повторю. Все равно умрешь. И тем богатые, когда они невоздержанные в пище, питье. Они живут намного меньше, чем простые люди, которые травой питаются, можно сказать. Итак. 48-6, прочитайте. 49. Все еще Еремею считаю, 8 стих. Это 4-е царство. Так много тут написано. Да вижу плохо. 4-я книга, царство, 9-я глава, 20-й стих. Как Тора говорит? Как говорит Моисеева книга? И донес сторож, сказав, доехал до них и не возвращается. А походка, как будто Ииуя, сына на Мея Сиева, потому что он идет стремительно. Имя какое? Четырегласное. Ни одной согласия. И-И-Уй. Видят стражники. А кто такой Ииуя? А кто? Ну, там есть вояка, генерал. А что он идет туда? Ну, запрягайте колеи скорее. Не машину, сел, да и все. Ну, специалисты. И он доехал, не возвращаются. И второй. Но походка стремительная. Мне очень нравится это слово. По походке определили. Узнать больше никак нельзя. Как он идет, только пыль столбом. Это Ииуя идет. Еще не знаю, зачем идет. Вот как интересно было. Господь сказал, Ииуя помашь царей. Да царь в Израиле, есть Ииуя идея. Его помашь сначала. Пророк пришел. Заседание идет. Как совет у Кутузова. Кто нужен? Начальник кто? Ему все толкают под Бог. А ты генерал армии. Ну-ка выйди. Он вышел. Он быстро на него сосут. Илья вылил. И говорит. Ты царь. И в Израиле. И в двери скорее. Он бы зашел. Весит еще. Так где ты был-то? До этого, знаете, это пророком называют себя. Все спрашивают. Что он сказал-то тебе? Ну, что обрел масло, да убежал. Ну, хоть что-то сказал. Сказал, что ты царь. Они на меня надежды скинули, под ним положили. То есть, мы тебе так подчиняемся, топчи нас ногами. Почему Христос, когда ехал, одежды постелали? Одежда, это знак покорности было. И они сразу его произносили царем. Он тут же колесницу и поехал. И здесь двух царей этих сразу обезглавил. А жоп-то было много. Детей много. В этом городе его все дети воспитываются. Хороший, разный возраст. Воспитатели. И он сразу посылает депешу. Немедленно изберите лучшего. Выходите на сражение. Они как услышали. Да какое сражение. Так а настоящие цари пали. А что сделать, если так? Завтра к утру, чтобы головы лежали около меня. Они играют, не знают, вызывают, по одному рубят голову. 70 голов. Два вороха. Это история, говорит. Это именно так и было. Нас пока никто не трогает. Посочувствуем сами себе. Готовы мы это принять или нет? А если бы не слушал, Господь не послал бы туда. Это люди, которые стали поклоняться виллу. Так, Экклесиастам 9-10. Слово Экклесиаст означает проповедник. 9-й год, 10-й стих. Прича Соломоля. Все, что может рука твоя делать, по силам делает. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Поэтому, да я потом, когда накоплю... Нет, пока возможно сесть сейчас. Я уже сколько раз говорил. У нас в лагере этот был порядок. Сегодня идти вечером. После обеда дети, весь лагерь спит. Я здесь говорю. В субботу идем. Там, в бане или что, отдохните. К воскресенью отдохните. Только приходят, плюхнулся и сразу спит. Ну что, нормально? Несколько раз локтем толкнул. Я не могу их разбудить. И в Барнауле у нас такие. Притом засыпают мгновенно. Вот толкнул. А что? И опять же засыпают. А я не спал. То есть это пленение. Дьявольское пленение. Макарий Александрийский видел. Идет богослужение, ритургия. А бесы бегают по храму. И корзина цветов. Мы цветы любим. И бросают. Кому цветок прилип, тот заснул. Его бесполезно будить. Он обязательно заснет через полминуты. Почему? Здесь духовное поражение. Это отношение ко всему, что есть. Ну а можно вывести? Скажу, что пока не знаю ни одного случая. Я встречал людей, которые убили ни одного человека. Покаяние. Есть такие, которые перетерпели ужасно что. Он еще молодой. Сам здоровый. Два метра. Его нанимают. Свои друзья кто-то против. Пойди там сделай свое дело. Я говорю о том, о ком знаете вы. Парализованный. Брат наш Сергей Георгиевич Козлов. И вот где-то они там на природе были у реки. Решил еще раз. Покупались еще раз. А Господь знает. Он с обрыва прыгнул в воду. Там бревно. Голой ударился. Семь позвонков в дребезге. И он пролежал 300 почти лет. Сколько там надо посмотреть. Парализованный. Единственное, что у него шевелилось, это, кажется, один сустав. Не рука, а вот так состава. И он иконописцем стал. На весь мир известным. И мы близкие-близкие были. Сколько роликов, наши беседы были с ним. И ему Бог открыл. И он перестал писать. На этом что, идолопоклонник какой-то. Мы не можем еще доказать. Ну, хорошая икона. А у него вот, говорит, вся стена. А он иконы берет. Вот так движется, где подкрасят. Мы у него были там. Батюшка с отцом Иоанном поехали, покрестили его. Посилили под него там несколько столов. Салопар, бедикорыца. Спешить надо. Здесь не надо было спешить. А друзья его ждут. Нету. Ну, врачи знают. Пять минут мозг отключен и не восстановить. А у него прошло 20 минут, когда хватились. И поэтому операцию за операцией делали. А другие, которые идут мимо, они не знают ничего. А что случилось? Ну, сделали хоть и вот там, выдавить. И начали. А они разлетелись, а позвонки-то и перебелезали этот нерв. Если бы его не качали, то, может быть, еще что-то было. Ничего уже не было. Я был у него. Садя сохранились ролики. Какой ум дал ему Господь. Послушание. Как он. Люди жертвуют где-то. Он все раздает. А на лето где-то его грузят. Где-то в садах своих там был. Слово есть спешить. 150 раз. Вот мы сейчас смотрели. Бегайте, бегите. Это 11 раз в Библии встречается. И вот эти спешиги, мне надо 150 раз было в Библии просчитать. Вот каждой проповеди, когда готовишься. Почему? Хочу сказать сразу. Вчера пришло для меня очень радостное известие. Мы готовим к изданию трехтомник. Проповеди во свете Святой Библии. 7 томов. Каждый том. 1312 страниц. Вчера закончили. Выставили. Теперь только вывезти как. Вывезти, я сказал, пополам. У меня огромный контейнер. 12 метров 20. И не войдет. Половина там в России остается. И уже выставили. Какая-то картинка. Там есть на что посмотреть. Сейчас сразу московским трем библиотекам. Центральным. Бесплатно. Барнаульская. И кто помогал тут сильно. Цена будет 16-6 тысяч. Потому что деньги огромные мы заплатили. Все это подходит каждый раз по 10 миллионов. Комбайн готовый. И мы начинаем, когда денег нет. Начинаем все молиться. И отхода только нет. Одна давно готовила деньги там. Можно ли я перечлю. С Америкой нет связи. И вчера фотографирует этого человека с нашими книгами. Другие, которые были. Проповеди стиха. Из Америки. И перестали сумели идти оттуда деньги. Какими путями знать не надо даже. Но главное, что ушел груз туда. Но это кому-то где-то во Франции. А с Америкой хорошее отношение. Тогда им разрешается послать. Люди работают. А ты участник в этом. Молитвой можешь быть участником. Дальше. Бытие. 18-6. Слово спешить. Посмотрим сейчас. 18-го. С 6-го по 19-й стих. И поспешил Авраам Шатер к саре. И сказал. Поскорее. Замеси три саты лучшей муки. И сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду. И взял теленка нежного. И хорошего. И дал отроку. И тот поспешил приготовить его. И взял масло молока. И теленка приготовленного. И поставил перед ними. А сам стоял подли них под деревом. У теленка это не надо понимать такое. Молодой там он вырос. И мясо более такое. Мягкое. И вот он как принял. Златоуст говорит. Время полдня. Ну у него столько слуг было. Ну посадил бы и смотрели на дорогу. Он боялся кого-то пропустить. И сам смотрел на дорогу. Мало людей проходило. Машины не ездили. И он увидел. Идут три странника. И рисует. Где троица. Это неправильно. Я сказал. Это Господь и два ангела. И сейчас везде заговорили про это. Господь себя называет. Вы внимательно считайте. Господь идут и два ангела. Но они видели, где идут. И он сам побежал. Остановил. Уговорил. Пришел. Дал указания. И теперь самое лучшее. Вот так мимо нас Господь. Может не один раз уже в жизни прошел. И мы не знаем. Начинаем только тогда заботиться. Когда уже двери закрыты. А через двери Господь сам отвечает. И не через ангела. А сам именно отвечает. Это крайнее отречение. Говорит Анзо. То есть отречение человека. Итак. До девятнадцатого стиха. Нам пример. Как надо встречать странников. И они ели. И сказали ему. Где Сара, жена твоя? Он отвечал. Здесь, в шатре. И сказал один из них. Я опять буду у тебя. В это же время. И будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала ухода в шатер. Сзади его. Авраам же и Сара были старых и в летах преклонных. Старые и в летах преклонных. И обыкновенно у женщин у Сары прекратилось. То есть если уже месячных нет, то бесполезно уже. Зачать не может она. И что она отреагировала как? Сара внутренне рассмеялась. Сказав. Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал господь Авраам. Отчего же это... Кто сказал господь? Видите как? Я судил, что не ангел. Там ангел, говорит, а здесь господь. Отчего же это рассмеялось Сара, сказав. Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году. Она в шатрею не видно. А дослышит только. И у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала. Я не смеялась, ибо она испугалась. Господи помилуй. Какие такие вы? Но он сказал. Нет, ты рассмеялась. Сара смеялась. И стали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же поспешил, пошел с ними проводить их. И сказал Господь. Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословляться в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедил сынам своим. И домом своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом. Для чего избрал? Чтобы правду Божию знали. Считали слово Божие. Главное, это нас для чего избрал? Для того, чтобы мы пришли, помолились и восставили Бога. Он нас сегодня предупреждает очень строго. Далее. Все, 19. Да. До 19. Так, глава 19, 22 стих. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Поэтому и назван город Сей-Иси-Гор. Вот так. Надо уничтожить город, а ты здесь поскорее, то спеши, выйди. Ну и жена Лота, вот что-то там осталось. Ничего не взяли с тобой. Дочек только взяли. Никто еще ничего не знает. Только одно наказано было. Не оглядывайся. А я каю, глаза так посмотрел. И что кончилось, чем. А тоже могла бы сказать, я не оглядывался. Говорить некому. Соляной сок стоит. И по сегодняшний день. В соль превратилась вся. Бог сказал, не оглядывайся. Мир, друзья, ты обратился к Богу. Не оглядывайся туда. Не спите хоть сейчас, когда я говорю. Позаботьтесь о своей душе. Так, исход 12.11. Вторая книга Моисеева. Ешьте же его так. Пусть будет чресло ваше припоясано, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваших, в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И как бы и как. С поспешностью. Иначе не успеете. А я завтра. У меня один хороший юноша зашел. И что-то в это время редкий такой случай был. У меня же операции на позвонке были. Еще две грыжи. И в этот день приспищил. Я говорю, ты воды не мог бы там принести. Вышли из храма. Молились вместе. Ну воды-то немного надо. Хоть бы бедро. А можно я в другой раз. Я так и руки опустил. Да как же это можно в другой раз. Кому ты будешь приносить, если я сижу без воды. И он даже не понимает. И это все сохранилось по сегодняшний день. Как только отвернулся такая мысль о себе. Вроде я докажу всем. И все. Я говорю, как ты докажешь-то это что? А что меня считают за такого? Я говорю, а кем как ты докажешь? Я второй высшее образование, университет кончу. Да не надо университет тебе второй. Ты псалмы мог. Я всю псалты заучу наизусть. Все не надо. 118-й это псалм заучи. И просчитай отдельно. Согласен. Запросто. Ну у меня священник, тут и ромонах. Все расписались, свидетели. Я все хочу из этой ямы вытащить. Так, считай наизусть пять стихов. Шестой. Первый забыл. Седьмой. Два первых. То есть норма только пять стихов. А их-то там 178. Не остановился. Зачем ты говорил, что всю псалтырщик? А если есть? Есть такие люди, но тебе это не дано. Тебе послушание и быть внимательным. Это Господь так делает. Жена что-то не так сказала. Махнул рукой, повернулся от стола, сразу палец сломал. Ну все это, ладно или не ладно? А я должен был управлять. Она спрашивает, а что делать? Ничего не делать. Перевязать его и близко не подходим пока. И человек считает, я верующий и все проще. А ни с кем нету. Ни с родными, ни с близкими нету хороших отношений. Едем дорогой. Я говорю, вот у тебя с тещей, ну не худышные такие, прямо враждебные, а о Боге я говорил, ты веришь, что это не ладно? Не ладно. Ты можешь пойти. Сейчас нет, потом. Ну потом этого так и нету, уехал в другое место. Вот дело-то какое. Спешить надо, если это... А она не виновата, что ты такой. У тебя есть родная матерь, с отцом нет никаких связей. А дети, дети не такие, сприхнули их старикам и сами уехали. И дети, естественно, что они не слышат. Они не верующие. У меня нынче была одна такая молоденькая. И она говорит, родители хотят, чтобы забрать верующие, не верующие, не отдавай. Так ты с ними будешь. Так они говорят, детей нам дайте, а они маленькие все, но только без тебя. А что это такое? Я так того даже не слыхал. Не давай никак, а они будут не верующие. Они в храм уже не хотят идти. Один день пробыли, и все. А они им там свое насевают. Держи около себя. При тебе они могут ласкать. Зовут к себе, иди с детьми вместе. А ты не ходи. Вот понимаете, сколько живу, еще такого не встречал. А она детей родила, ей отвечает, не вам, да вы не верующие. Бесполезно говорить. Так, исход 32,7. С поспешностью мы решили приступить к терапезе. Не откладывай на три года. Для этого таинство есть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Он скрижали получал от Бога. Допустим, я бы пришел домой, ну не я, кто-то другой, я не могу даже к себе приложить это. А сидит человек, ну они не считают Библию, я взял Библию, разорвал и бросил. Что вы подумали? Ну Библии-то много, в конечном счете миллионы. Я вот только давал данные такие, сколько переведено, на какой язык. Батюшке потребовалось, я разузнал, и все ему дал. На земле примерно 70, так сколько там, ну так, половина населения земли такая Библия имеет. А половина, 7 тысяч разничественных национальностей. А переведено там на 3630. А Новый Завет, тот больше, где-то уже на 15 тысяч. Отдельная часть, и там еще у нас тысячу с чем-то. Остальные даже не слыхали про Библию. Так, Таразакония, 16.3. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею обресники, хлебы бедствия, ибо ты с подспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Сегодня интернет помогает так быстро находить нужное. Можете зарядить, у кого нету хор мальчиков еврейских. Какие они берущие. Как один из них с дедушкой сидит, я рассказывал об этом. И он, дед его обнимает, книгу ему по-своему, там, Тору дает, пяти книжей это. И заранее открыл ему счет в банке и положил деньги. И вместе они идут к стене плаща. Они за каждого ребенка бьются. Я говорю о том, что где можно подражать сегодня, думать, как. Почему? Учи, учи, пока есть возможность. Пока, говорит, поперек лавки лежит. Книга Иова. 31.56. Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Да. Шестой стих тоже? Да. Так. Господь пусть меня взвесит. Он не боялся разговаривать с Богом. Никто из святых так с Богом не разговаривал, как и его. Он разговаривает. Требую суда. Ошибся ты, Господи. Я не такой, как они говорят. Это он единственный был такой во всей земле. Иова. Просчитайте. Вы столько найдете для себя. Так. Присча Соломона. 20 глава. 25 стих. Не утомитесь. Это все на пользу. Спешить надо где-то. А где-то не спешить. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Вот. Дом захватили у кого-то, поле отрезали. Это ненадолго все. А ты благодарил Бога, и ты увидишь. Еще раз прочти. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. Они говорят о родственниках, там отосыны, подделка документов идет. Все. Все скоро пройдет, как будто никогда не было. И дальше притча Соломона. 20 глава. 21 стих там же. Может быть, тут ошибка. 20 глава. 21 стих. Прочитали. А, просчитали. А 20, 25 глава. 8 стих. Не вступай поспешно в чажду. Иначе, что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Соперник. Это человек. Мне говорили, вот вы это считаете, верите. А почему подавали в суд? Я говорю, на кого? Я ко власти. Меня не ограбили они. И закон гласит, я регритирован, невиновный, жертва политических репрессий. И мне надо вернуть. А они уперлись. Ну, мы подняли всех друзей, все молились. И у меня суд шел 11 лет. 11 лет. Вверху Москва. Это вот здесь Алтайский краевой суд. А потом был Российская Федерация. А там Президиум. А потом Советский Союз. И во все инстанции. И на последней инстанции там ниточки одна. Я спросил главного судья Алтайского края. Я говорю, Виктор Иванович, а бывает вернуть? Говорит, ну это об убийстве где-то. А чтобы ваше дело. Я такого не встречал. Ну, дело-то какое. Вернуть только деньги. И вернули оттуда. И оказалось, кому в руки попало? Она прихожанка игумена Кирилла Сахарова. Вот вообще даже нельзя придумать. Она одна такая, Амелина. И вернула назад досмотреть. Все ложь. И сразу со мной заговорили по-другому. И суд стал подсчитывать. По тамошним размерам они мне должны 11 миллиардов. Не миллионов. Затребовали. Ну, суд тут всякое разное. А платить нечем. Судебный исполнитель тоже не знал. Такая власть. Она пришла. Городская администрация ответственная. КГБ в Саране. Ну, там все их такое. А у них денег нету. И она говорит, пока сладкими не рассчитайтесь, арестовывай все счета бюджетиком. Ни врачи, ни учителя, ни рубля не получат. И со мной заговорили. Сразу собрались. И глава там администрации, прокурора. Что делать будем? Я говорю, недвижимость дайте мне. Мы отдельно хотим церковь построить. Мы православные. И вот дали, где мы сейчас находимся. 13 соток и два дома. Это Бог так делает. И такой вот судебный исполнитель, женщина, она прям как будто шли в нашей общине. И у нас такие отношения с главным мэром города, мэром, глава. И насколько он добр был. Он входил в десятку лучших мэров России. А я других знал и знал, что он лучший. Где он погиб, а мы ровесники с 1939 года. Я когда иду к мосту, всегда останавливаемся. Около остановки мы молимся. Господи, упокой его душу в обителях небесных. Обычно политического деятеля религии не указывают. А у него написано православие. И у меня от него такие послания, когда он пришел, мы сказать нельзя. Итак, 28 глава, 20 стих. Мы притчи считаем. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Спешить самое лучшее, быстро это своровать. Поделать документы, где-то у кого-то что-то отнять. Дом, поле, имущество. Ну все, сегодня этому можно сделать. Но дальше-то что из этого? Не спеши. И там видели, не спеши. Ты считаешь, что легко дастся, а сделай так, что ты топтаться будешь и ничего не вернешь. Но я говорю, что я обратился к власти. И власть решила, законным путем все мне вернули. Нисколько не меньше. Даже батюшка как-то говорил, ну в виде легкого юмора. Хорошо, что брата посадили, а то бы сейчас молиться негде было. Так. Экклесиаста, 5 глава, 1 стих. Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Подходит ко мне близко знакомый. Что делать? В полнорае у нас такая девушка, никогда не встречала. Настолько хорошая. Ну так жили еще раз. В девочке, да, в храм ходят. Так а я же обещал Богу не граниться. А где ты обещал? Ну был в трудной обстановке, пообещал и принял дьяконство. Да как же ты можешь-то? Да ты же монах. Ну да, монах. А я слышал и против монахов, я за монахов, но чтоб не сидели, аж не проповедовали. Мона один. Когда ты ничем не связан, тебе открыт простор на все четыре стороны. И что? Притом не один раз. А я был в плену в Афганистане, я пообещал, мать пришла. Я не могу идти против. Не торопись. Ты сказала, Бог это слышал. Бог на небе, ты на земле. Лучше бы ты промолчал. Не торопись. И далее семь девять. Еще и христианство считаю. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Гнев в сердце глупых. Да как, мстительность. Вот эта мстительность, кровная месть. Вот у мусульман это ужасно. А еще он описывает это. Он убил. Он убил его и поймайте. Да кого у него родня, мы родню будем убивать. Это у них по закону. И они все заперлись и сидят. Выйти невозможно. Они поклялись. Дальше. Семь девять почитать, да? Деяния. Двадцать два восемнадцать. Еще три места. Не спеши на это. Это плохое дело. Хорошее, быстро это. Спеши. Где не спеши? Вот мы отчитали. Когда считаешь Библию, когда борешься. Не спеши уходить. Закрыл Библию, посидел. Опять по закладке откроет. Постой-ка, а что об этом дальше говорить? Ты не знаешь, ко мне обратись. У меня симфонии мной составлены. Помогали, конечно. На неканонические книги. На канонические. Я почему даю? Столько раз упоминают. Это техника дает. У житей святых, когда я привожу, у них там глаза не на месте. А как вы знаете? Ну, я симфонию составил. В свое время. Вчера разослал. Готовим сейчас книги. Попросили сделать проповеди. Не проповеди. Проповеди вышла. Ответы во свете Святой Библии. Ответы, которые я давал. Это не один, не два ответа. Я говорю, что еще идет 4124. И как это будет? Тоже прошу помолиться. Ответы, которые я давал много лет, призывая в университетах, школах, милиции. По радио, по телевидению. И сохранились записки. И потом я все это восстановил. Итак, деяние 22.18. И увидел его, и он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства. Не просто говорить, а не примут свидетельства. Вот такое, если вы слышали один раз, вы тогда поймете, как это может быть. И вот когда обратился, я совершил огромную ошибку тогда. Ко мне приехал брат. Моложе меня где-то на 12 лет. И дома ему никак нельзя, что-то было. Такая тут работа-то. А власть меня так зажала, что мне пришлось увольняться и уезжать. Я его оставил на работе, вместе работали. И он нормально. А власти сразу на него бросились. Я его не взял. Я сам еду, не знаю еще, какое дело будет. А он, мне-то как поможет, никак, я не знаю, где ночевать буду. А за ним подставили одного Пилимонова. Не проходит месяца, он начал напивать с ними. Его вызвали, ты же коммунист. Тебе дали этого Лапкина, и ты что умею, тому научил. Он другого-то не знает этот. Ругаться, но ругаться не пристало. А выпивка пошла. И раньше срока умер. Итак, второй офис на Якистов, 2-2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Как будто нами. Подписывают моим именем, это вот неоднократно было. А мы вот встречали, ролики составляют под моим именем. И там нарезок разный где-то, нарезка называется. Да это не я был. Не спешите колебаться умом. Я еще живой, спросите. Тем более у меня есть друзья, которые все восприняли. Могу дать при желании. Один из них нынче опять был здесь. Если батюшки не будет, он может потом нобыть. Много ему Бог дал. Ушится в семинарии. Второй, третий курс за год. И нынче уже четвертый курс. Человек высшее образование. У него со всеми хорошие отношения. И он был. И батюшке понравился. Кто-то, может быть, временно на хорошей должности находится. Вот интересно, как попутно сказать. Он работает в аэропорту. Аэропорт это серьезная единица. Сколько взрывают, там то другое. А он бороду не трогает. И не принимает противодействия. А без этого увольняет. Он говорит, я не могу это. И далее начальник. А начальник СКГБ строгий такой там начал. Видит, что у людей не у места-то. И к нему он его еще не знает. И он говорит, не могу я это. Не могу. Да, вечером отменили вот это все. А что с бородой? Он уже в этом... Сейчас все документы, отчеты, все на него кладется. И с начальником прекрасные отношения. Вот как Бог делает. Он не поспешил. Пошел на работу, как был с бородой. Но маленько подправ. Я не могу. Здесь, видите, они мусульмане. А они с бородами. У них конфликт. Я его смирю. Они меня за своего признают. То есть он сумел сказать. Ну и наши юристы подсказали, какая статья, что за бороду не могут уволить. И так и случилось. И с бородой. И начальник полюбил его. Не спешите уходить. 1 Тимопеев 5.22. Прочитали? Нет. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Ну и речь идет о молитве о своем Божьем. Кого в священники ставить? Первый раз, вот я приехал в Ташкент. Вот даже хотел эту историю рассказать. Фамилия его Бузма, как кажется, Сергей, священник. 25 человек крестят. Ну и пока он пошел за бутыльком-то мазать, надо миром-то. А в это время уборщица что-то успела сказать им. Ничего не знает. Перекреститься не знает. Он зашел готово-готово. Квитки у всех на руках. Квитки. Заплатили, заплатили. Ну и на 25 человек у него там минут 15 ушло только. Мажет, смеется. Мажет не руку священню, а кофточку матери. Ядзелу написал Барфоломею, архиепископу Ташкентскому. Вот такое дело идет. И мое письмо лично, когда поехал брат, там вещи, которые, там, свечи нужны, помогал им. И взял письмо, отдал. Он прочитал, говорит, а то он сам написал. Он говорит, ну да, прям тут же и написал при нем. Ему я показал, я буду вот это письмо отдавать. Да бросил, так меня кулаком нарушиваю ударил. Пойдем в ресторан вместе. А тут Бузмаков-то. Он говорит, скажите, брат, я его сразу поставлю священником. Ну и вот такое дело было. Я поехал. И два, два, два оттуда выехал. Рухоположите, все. Вы меня не знаете. Вы меня только рухоположите, и я в первый день буду уже вам не подчиняться. Как так? Да так, надо крестить полное погружение. Так я сколько лет бьюсь за это? Я сразу на реку поведу человека. Да как так? Ну давай проверим, давай меня проверять. Громче паки, говорит. Я во всю глотку, он меня жезлом так ударил, нарушил. И, наверное, больше не будешь дьяконом. Я сразу священник. Ну ясное дело, делик дал и говорит, езжай домой. Тут я найду, а что ты делаешь, тут никого не найдешь. Может, хотел польстить этим. Так, Евреям 6.1 Посему, оставившим начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вери в Бога. Понимаете, вот человек сонный и мертвый, это одно и то же. Друг наш Лазарь уснул. И ученики подумали, что умер. И мы также просим, когда ложимся, вот мне смерть предстоит, гроб придлежит и где-то. Со сном боритесь. Ну и скажу, что победы у меня не было ни с кем. А как? Ну как так, одни себя с чем-то или... Ну подумай, сейчас Господь пройдет мимо. Тем более, прямо показано, кто это делает, чтобы во время службы спать. И во время занятий. Слово Божие, когда идет, лежу и тут уже уснули. Милостью Божией нам Господь показал, где не надо спешить. Чтение от Библии и молитва. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. БельяgeonsApp.